Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки. Надеюсь, что-то прокнет и прокнет на реально тех персонажей, за которых я готов играть в ближайшее время. Ну что ж, начнем же. Вскрываем сундучок Навара, путаем релик железа 935. Да, он все-таки будет получше, чем мой. Надо будет его еще потом через тигель прокачать. Модификатор текущей недели, кишащий, взрывоопасный и укрепленный. Да, куча мобов, да, куча сфер, еще и мобы усилены. Весело? Почему бы и нет? Самое то для фарма. Если бы. Так, квестик выполнился, но это я уже потом сделаю. Хорошо, тут получается без прока. Идем дальше. Нет, на ДК себе трансмог новый сделал. Топ. Хотя, может, что-то дополнить в нем. Не знаю. На самом деле, мыслей много, а реализации как-то не особо. Увы. Сейчас что-то лутону. Сейчас такое топовое лутону. Сейчас 955-я какая-нибудь шмотка. 960-я, наверное, даже упадет. А, это я, получается, цепочечки тут сделал. Хорошо. Так, ну что, вскрываю. Что это? А, это кольцо с избеганием из Аметистовой крепости. Почему из Аметистовой крепости мне упало кольцо, а не 3К, допустим? Хм. Печальненько. А где моя АП-шка? Где мой большой баджик на АП-шке? А, вот он он. Мол, типа, за 15-й ключ я получил 1,7 миллиарда сил артефакта и по 140 за каждый выше. Неплохо. Мм, да. Зачем мне это кольцо? Непонятно. Может, что-нибудь придумаю. Хотя, если я все же надумаю менять легендарное свое колечко на обычное, то оно мне потребуется. Все-таки статы неплохие и третичный стат присутствует, а это все же усиление небольшое. Почему бы и нет? Ноги. А, у меня ноги легендарные. Шах и мат. Ну, я сделаю вот так вот. Я, типа, старые 900-е ноги продам, а новые 935-е наставлю в сумочке. Ого, нижний ярус. Что-то чувствую на паладине будет весело. Хотя, я пойду просто ключик десятый от другого человека. Да и все. Не обязательно же по-своему уходить. Ключ уходить ради недельной награды. Так, ну и идем на друида. Видите, да? Три подряд непрокнутых шмотки по эквипу. На друля сейчас прокнет. Чекайте. Сейчас еще прокнет реально 960-е. Шучу. Максимум 955-е. Но все же, всякое может быть. Ну-ка. Колечко 935-е. Угу. А вот что у меня лучше на друля? Нужен ли мне крит вообще на него? Плохо, когда ничего не знаешь. Один миллиард сил артефакта сверху. Отлично. Надо подумать насчет этого колечка. Нужен ли друиду крит? Реально я не в курсе. Я оставлю его. Я думал упадет, там, не знаю, шея какая-нибудь, как вариант. Тринька, может быть. Релики. То есть мне нужно кровяной релик заменить. Не падает ни черта. Ладно. Упадет еще все, надеюсь. Ну, что получается. Навара релик. Небольшое улучшение. На ДК. Ничего. На паладина. Для ротации легендарок только вещица. Ну и на друида. Получается, как тоже небольшое улучшение. Не самая лучшая неделя по луту. С недельных сундуков, как оказалось. Весьма печально, конечно. Я думал что-нибудь сейчас напровокать. В плане, там, плюсы квипа. Или, там, в плане третичных стат. Может быть, релик какой-то классный упадет. А релик упал только Навара. Да, я вставлю его, разумеется. Я гляну, какие там особенности даются через тигель. Надеюсь, самые полезные. И все будет классно. Ну а что, какие планы на эту неделю. Собираем трансмокт на ДК. Радуемся жизни. Делаем локалки ради силы артефакта. Делаем локалки на Аргусе. Ради дымчатого Аргунита. И последующей покупки железного релика. Как вариант. Ну вот, и сейчас надо просто пойти и сдать квестик на Аргусе. И, как я правильно понимаю, у меня начнут прокать доспехи 950-го эквипа для моих соратников. Да, экипировка озаренных. Ну а так-то, что у меня в планах? В планах у меня к началу октября сделать хотя бы 72-й артефакт. То есть, в текущий момент он у меня 67-й. То есть, ну к чему это все? При 69-м открывается первое улучшение третьей полоски. В тигеле. То есть, это плюс одна особенность артефакта. По факту. А 72-я еще плюс одна. И 75-я еще плюс одна. Качать 75-й за такой короткий период времени при таком знании... Даже не знаю. На самом деле, если получится, то я только рад буду. Я же сижу все время в этой игре и все фармлю, 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 фармлю и фармлю. Может, что-то из этого получится. Мировой босс у нас нынче. Сатанатор. Ну, надо будет... Реализовать его. Хотя надо бы на самом деле глянуть, какой там лут вообще полезный, бесполезный падает. Взять этих крестов дурацких. В которых даже описание не прописано. И все. Эта неделя пройдет достаточно скучно. Хотя... А, нет. Хотя будет мифическое освоение Келжедена. Вон, придете, посмотрите, будете смеяться с того, что происходит в нашем рейде. Ну, на самом деле, будет весело. Будет море. Горение. Что это вообще? Что за соратники? Что это такие? А, кстати, когда я сдаю ему ресурсы оплота с целью получить соратников этих... Я репутацию с армии света качаю на 10 единиц. О, классно, да? Так можно прям при вознесении даже апнуть. Угу, если бы. Ну и где мой квест на 950-й шмот для соратников? Алло, меня, похоже, опять обманули. И опять я остался в дураках. Ну, в принципе, как всегда, в принципе. Вот только зашел в игру, только вскрыл сундуки. И уже такие прям печали летят, печальные. Ладно. Как говорится, надеюсь, хотя бы вам повезет с недельных сундуков. Там легендарочки, может, падут. Легендарок вам побольше. Счастья, здоровья, берегите ноги. Смотрите другие видосы, может, чему-то научитесь в этой безграничной, интересной игре. До скорого.